о на первом забросе рыб поймал вот такой окунек на первом забросе о как надо окунировать методом окунания всем привет сегодня снова на рыбалке сегодня приехал так чисто потестить новый комплект это у нас вот такой спиннинг лиропус метр девяносто восемь от 0 2 до 0 8 грамм и ген катушка с пулями ветка намотал 0 10 сейчас посмотрим погодка какая-то не очень неприятный я не за рыбу приехал рыбачить я посмотрим очки полиционный взял потому как какие-то тут на пульс на рыбалке на коряги смущали вот отсюда хорошо видно может дать там пройду попробую половить вода текстом смотрим что за зверь что заберу пусы сыгенами это за чудо китайского спинга строения ладно иду сегодня налегке вообще две коробочки спиннинг никак не брал ничего прошлый раз на на ловил кушал сейчас опять здесь встану будем посмотреть что у нас из этого получится что будем пробовать учитывая опыт прошлой рыбалки когда я приехал у меня током приманок нормальных не было сегодня маленько подготовился и первое поставим кому его ручку чебурахин у меня тут поставил 0 5 грамма но учитывая крючок учитывая приманку по идее должен быть чуть ли не по верхнему краю теста не знаю сейчас посмотрим но что за мне подсказывает до грамм к его грузить можно спокойно а может и побольше о на первом забросил и поймал офигеть и кто это у нас там ну все не будет рыбалки сейчас еще на такой лесочке не подниму нет поднял вот так вот такой окунек на первом забросе офигеть не встать что за чудеса лиропус однако и хухры-мухры красоту он чик пробуем еще даже кидаются ничего так вроде но зацеп уже все на пирой проводки рыбу поймал в принципе что спиннинг справился с таким окуньком но на больше этого на на не рассчитан все-таки подмормушенка вроде как а короче надо вот тут берег кидать нормально не напрягаясь насколько тут метров мест на 10 улетает наверно на 8 вот они вкладывать так чуть махнув а а а а а а и кончик отыграет как не крушный как он микроджиговая палочка все на первом забросе поймал можно ехать домой кто-то стукнуть пытался как ты из морды лица выдернул приманку прошла история повторяется одну приманку поймал надо менять и на этом друг другу рассказывают окуня на что не надо клевать походу еще поклевочка малюсенький карапузик тем не менее беги тем не менее там пус ой там вару съел даже такого на спиннинге поднимать мелкого на этом как-то стрёмненько шаг нара опять клюет ух ты убежал что хорошо на кончике красненькая у тюльпана красная обмотка визуально более приятного приятно ловить так опять поклевка вот там оттуда вот там кто-то в прошлый раз меня там кто-то хорошенький клеванул так не стащили нет ну по карасе будет сама то спиннинг но подсак надо жует жевать до конца не может на хвостике угу догнал все таки да ух ты убежал ну говорю на хвостике здоровья не хватает полностью заглотить что поменьше надо мне не надо поменьше то мне не надо поменьше то мне не надо поменьше то на крупняка пришел гнет опять живет мелкие не хватает ему здоровья заглотить заглотить стукнул вот такой окунёк беги по первым ощущениям не чуток спиннинг несмотря на свою бешеную стоимость окунёк он такой нет Сварю-ка я сегодня еще уши, ушицы. Вот того берега терпаются окуня. До того берега вообще без проблем докидывает, в принципе. О, опять поклевка сразу. Вон он где стоит весь. Ну, точно. На ушицу наловлю. Наверное. Ну-ка, такого попробуем поднять. В принципе, такой тоже поднимается. О, дай. Ужал бы. Пью. Вдоль того берега стоит весь окунь. Я его тут ловлю. О, рыбак. Ну что ж, спиннет мне, в принципе, нравится. Вот в полметра от берега ляжет приманка, сразу поклевка. В метре уже поклевок нету. О, о, о. Не знаю, видно нет. Видите? Вот. Это мелкий. Пытается заживать, но ничего у него не получается. Так, картошка, как я уже говорил, и ген. Сла с двумя шпулями. Восемьсотый размер, 165 грамм весом. Спиннинг Лиропус. Метр девяносто восемь, ноль два, ноль восемь грамма тестом. Сегодня не брал ни мотыля Беркли, убийцу окуньей, ни опарыша живого. Чисто так. Потеститься, посмотреть. Ну и потом, на стоячей воде надо будет, ну не знаю, в этом году-то уже получится, нет. Проверить. На ноль два грамма мормышечки, на ноль два, ноль три. Ну самые красивые такие. Так, на воронье хочет скрывать. Перестал. Значит, надо что-то менять. Сейчас что-нибудь посмотрим. Поставлю-ка я вот такого Жака от Фанатика. А потом вот такую штучку. Как-то на Airworm от Атак. Обычно хорошо себя показывает. Ну-ка посмотрим, может вам что-нибудь ракообразное надо. Вот такой рачок. Иногда кидаешь-кидаешь. Бесполезно. Приманку поменял. Тоже место закидываешь. Распаклевка. Что, зацеп, что ли? Выпугу щук. И все. Зацеп. Перевязываемся. Жака только зря. О, а сейчас и проверим на перегруз. Жака зря испохабил. Так, проверим на перегруз. Оставлю сейчас такой фантом. Красненький. Два грамма чебурахин. Два раза тест превышает. Ну, зацеп, не буду так помаленько. Вот такая канитель. Ну, посмотрим, как вся чудо-китайского спиннингостроения покажет. Вершинка прогибается малость. Ну, в принципе, если без фанатизма кидать-то. Вот, дерево лежит. Вот так. Вот, ближе подпустил. Ближе, думал, там. И сразу зацеп. Повторяю, спиннинг до 0,8 грамма по верхнему тесту. Повесил чебурахинку 2 грамма. Ловлю. Пока. Так, не хочет надо полбольшого червяка. Делаем ход конем. Иногда помогает. Берем и треть вот так вот отрываем. А муж вообще, он сейчас на таких плевать не будет. Пробуем. Ну, что, в принципе, если без фанатизма и за плеча двумя руками не кидать, то перегрузить 2 грамма, в принципе, держит. Оба. Ух ты, убежал. Уплевочка была, а? Прям так в руку уж почуял. Кунишка, кунишка. Ух ты, убежал. Ну, не успел согласить. Вот на такого вот фантома. От Олты. Ну-ка, сейчас еще попробуем. Где у меня танточка? Нет, не танточка. Вот этот. Айрворм. От Атак. Ну, время-то здорово работал он. Ловлю на 2 грамма. По два раза с перегрузом. Зато закидывать удобно. Так, кто-то пытается скрывать. Все, брошу. Вот сие там кто-то под корягой. Раз-два, тюкнет. И бросает. Возможно, что караси. Как-то раз в осенью у меня вот эта танточка вот такая. Ух, здорово выручала. На нее практически только клевала. Ну-ка, и закинем вот сзади. Кто-то непонятно хитрый сидит. И там кто-то не хочет. Так, мы сейчас еще маленько попробую. И дальше побегу. Так, что у нас у такого рака. С этим маслицем. Как-то так. как-то как у него любят уже как-то так закидывал просто спиннинг закинешь на дне держишь русскую с 1 подбирает у этого берега бесполезно ловить до середины речки довел поклевки нету все так не хочет ругам вас поставлю свебро хвостик такой потом она надо обмельчаться она ух ты ушел что-то было на джиговую проводку оборот пауза оборот паузы как мы все попробуем и про хвостик сработал под этим берегом чудеса опять под ногами беги карапутик только сказал что все поклевки на том берегу вот тут сыграл тут смотри что под ногами начали кревать на вибро хвостик атаковский не помню как называется ох 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 вот они два штуки методом окунания окунь окунань окунь окунань ну-ка еще раз ух ты ё-моё заглотился ну я там пуляю куда-то что тебе придется забрать берем спиннинг закидываем и вытаскиваем окуня ух ты хвост хвост оторвал хвостик выбор хвостик оторвал попробуем так и катушки не надо без пятки не клюют поставлю к я такую варву вот такую смотри что будет я на своем проводке всех пони со всей речки сюда под этот берег собрал вот такая вот попробуем на зеленую варву не хотят не надо убежать отсюда все постоянно какие-то заделы идут или там караси пытаются теребить там трава какая-то так на такую что-то варву не хочет что вот эти два хвостик поставить что-нибудь активненько идти что мне надо заактивничал это такой еще обычный я на всякие фестера и вибро хвостики редко ловлю почитаю всех кракоябр врачков она как ну так на всякий случай то имеют в коробке штук несколько ладно хватит что можно сказать нормальный комплектик китайский вариант катушка нормально ну есть люфтики конечно не без этого но за такую цену извините спиннинг нормальный половил в принципе сами все видели нормально в принципе не жалею что взял ладно буду собираться всем пока спасибо